Я хочу для тех, кто меня не знает, представиться. Я доктор Мариат Мухина. Я доктор медицинских наук, диетолог, иглорефлексотерапевт, дерматокосметолог, фитотерапевт, невролог и еще инфекционист. То есть я действительно владею вот этими всеми профессиями, специализациями. И, кстати, сегодня мы тоже будем получать домашнее задание, его выполнять. И всем, кто его выполнит, я тоже подарю подарок, свой бесплатный курс «Школа стройности» из 30 уроков. Поэтому внимательно участвуйте в нашем проекте «Я стала другой». И вот этот божественный посыл, который нам дает всем Оксана Федорова, ее фонд, который вообще работает с женщинами как с источниками здоровья нации, мы должны с вами усиливать и продолжать, и, конечно, распространять в пространстве. Итак, возраст и внешний вид. Давайте поговорим о возрасте, о том, что такое паспортный возраст и что такое биологический возраст. Мы все с вами знаем, что это, биологический возраст, это понятие, отражающее степень морфологического и физиологического развития организма. И как раз вот это введение биологический возраста объясняется тем, что иногда паспортный возраст, то есть то, что у вас написано в паспорте, не соответствует тому, что вы видите вот в зеркале, смотря на себя или видя, смотря на другого человека. То есть вот эти признаки возрастные, они как бы не отражаются на внешнем виде. Поэтому вот биологический возраст – это возраст развития или морфологический возраст, или совокупность обменных, функциональных, регуляторных особенностей организма, которые, конечно же, связаны с влиянием на организм ряда факторов. То есть мы сейчас все эти факторы обсудим. Что такое биологический возраст вообще, чтобы вы понимали? Вот почему вот это вот старение как бы происходит у одних людей с одной скоростью, у других с другой? Все, ну давайте оттолкнемся от такого простого примера, да. Скажем, вот кровь, да, если она не будет обновляться, то просто в конце концов клетки крови умрут, и кровь закончится, что называется. Но она постоянно обновляется за счет стволовых клеток. И когда клетка, например, делится каждый раз, вот хромосомы, конечные участки хромосомов укорачиваются, и поэтому клетка не может делиться бесконечно. И, соответственно, вот почему есть такое сейчас исследование на длину теромира. Вот кто хочет узнать свой настоящий биологический возраст, вот вы можете пройти такое исследование. Длину конечных участков хромосом определить, и сколько ваших хромосомов еще могут делиться. Ну, скажем так, давайте вот поговорим, сколько вообще человек может жить. Вот у нас в истории известны случаи, когда вот француженка Кальман, значит, родилась в 875 году, умерла в 97-м, прожила 122 года, 5 месяцев, 14 дней. Чешка еще Хачукаева дожила до 125 лет. Это вот максимально задокументированный, внимание, срок человеческой жизни, когда не потерялись данные вообще о рождении. Соответственно, значит, календарный возраст у человека один, то есть когда он родился, а вот биологический действительно все это зависит от ряда факторов. То есть, значит, сколько живут клетки? Ну, например, клетка легких, вот сейчас ковид, да, актуальная тема, живет 80 дней. Клетка желудка, слизистой желудка всего 2 дня. Красные кровяные тельца эритроциты живут 120 дней. То есть, скажем, клетки кожи до 4 недель. И одни клетки умирают, другие как раз возникают новые, и вот проходит такой цикл. Ну, скажем, вот эта гибель клеток, она отличается от некроза, то есть есть быстрая гибель, то есть катастрофическая гибель клеток в результате какого-то заболевания. Это некроз. А вот гибель клеток в результате нашего старения – это апоптоз. И если бы не было апоптозы, то вообще не было бы жизни, не было бы вообще ни одного живого существа в том виде, в каком он есть. Например, вот когда ребенок рождается, у него рука формируется как комок. Потом некоторые клетки умирают в результате апоптозы, и появляются пальчики. Вот так происходит эмбриогенез. То есть без апоптоза даже созревание эмбриона невозможно. И это мы должны все понимать. И вот что такое как раз отмирание, возрождение клеток? Понимаете, например, мы даже вот так вот представить просто, что в год у нас 25 раз обновляется кожа на губах. Ежегодно регенерируют 8 тарахеи, 6 мочевых пузырей и 18 печенок. Представляете, 18 раз в год печень регенерируют практически полностью. И, естественно, все это вот регулируется очень тонкими процессами. Поэтому как раз как влиять на эти процессы? Как сохранять вот это равновесие, чтобы ваш геологический возраст не соответствовал вашему паспортному возрасту? Я это имею право говорить, потому что я сама на себе пробую и внедряю все механизмы антиэйдж-медицины. И, ну как многие мне говорят, то есть я не делаю никакой пластической операции. То есть мой именно биологический возраст младше паспорта, потому что мне 50 лет. Я мама троих детей. Соответственно, время – это как песок, высыпающийся из ковшика. И вот еще раз повторюсь. Когда хромосомы клеток становятся слишком короткими, конечные участки хромосом клетки прекращают делиться. Деление клеток не бесконечно. И мы можем много говорить о том, что и как вообще можно посчитать, но тем, кто не может еще пока сделать генетический анализ, может по строению человека, по его, в частности, лицо, определить пример именно биологический возраст. Биологический возраст. То есть вот смотрите, в 18 лет у нас вообще нет морщин, в 20 появляются углубные морщины, вот эти трансфронтальные. То есть они даже бывают у школьников, поэтому это не морщины, как бы старение, это, скорее всего, мимические морщины. А вот уже с 25 лет у нас начинается старение, в 24 года начинается углубление носогубных складок. Обратите внимание друг на друга. Вот если вы видите носогубные складки, то это уже 24-25 лет. Дальше, в 26 лет морщины у наружных углов глаз, позади ушных раковин. Вот здесь вот, обратите внимание, есть вот такая вот морщинка предательская, которую выдаёт возраст. Даже если человек вот весь вот наколот, да, антиэйдж препаратами из кола, то, тем не менее, вот эту морщинку все забывают уколоть. И она выдаёт возраст. Дальше. Одна или две цикулярных морщины на шее спереди. Вот здесь вот это, соответственно, 30-летние морщинки. Ну вот я со своей борюсь, поэтому у меня она практически не выражена. Дальше. 36 – это межбровные и сеточка под глазами. То есть также начинаются складки у углов рта. Вот сюда вниз. И смотрим на нашу схему. Дальше. Следующий уже параметр, маркёр возраста – это 40-летние морщинки. Предкозелковые морщинки. То есть вот у нас ушная раковина, и вот здесь вот проходит морщина. Это, то есть вот здесь вот такая тоже 40-летняя морщинка. Дальше. Лобные морщины усиливаются. Лучики у наружных углов глаз такие лучики. Лучики счастья их называют. И морщины на шее становятся 1 мм. То есть носогубная борозда становится 4 мм. Если вот за ней не следить, не её уменьшать антиэйдж методами, то в 40 лет вы будете очень её глубоко лицезреть. Дальше. В 45 лет нависание складки на верхнем веке. Дальше. Вот здесь вот. Лобные морщинки уже у нас поворачивают, можно сказать, на виски. Вот сюда уходят. И кесетные морщины на губах, верхняя губа. Обратите внимание, кесетные морщины. Также морщины на задней поверхности шеи. Вот эти предательские морщины. Их никто, кстати, из косметологов не колет. И клиенты всегда тоже забывают о них. А когда прическа у вас по... Значит, полет, у вас всегда видны вот эти морщинки. Ну, и носогубка уже усиливается к 50 годам до 6 миллиметров. Морщины марионетки углубляются до 4 миллиметров. Это морщины у углов рта. Вот, обратите внимание, на нашем рисуночке это видно. И дальше мы уже идем в глубокий такой зрелый возраст. Это 55 лет. Морщины усугубляются на нижней губе, подбородке, мочке уха. Обратите внимание, такая морщина пересекает мочку уха. Морщины переносит нос, шея уже становится дряблой, мешки под глазами. В 60 лет мы видим морщинки до 2 миллиметров. Все абсолютно вот становятся уже 2 миллиметра. Углов рта 6 миллиметров, дряблость кожи, отвисание щек. 70 и более – это все лицо и шея покрыты морщинами до 3 миллиметров, носогубные борозды до 10, окологубные морщины до 7 миллиметров. Ну и сейчас давайте обсудим все-таки, какие факторы влияют на здоровье человека, на вот наши теломеры, на наши хромосомы, по сути дела. Что влияет на вот этот индекс хрупкости? Это индекс, который введен для, скажем, документации подхода к старению, который рассматривается старость как совокупность возрастных болезней. Вот. И здесь мы, конечно, должны понимать, что это чисто медицинский такой индекс, который вбирает в себя много признаков. Это и холестерин, и гемоглобин, состояние слизистых. И, соответственно, всевозможные другие параметры, в том числе состояние костной ткани, состояние, также изменяется эндометрия. Ну, то есть там масса, масса моментов. Эндокринной системы, то есть это уже такие медицинские параметры, которые наверняка у вас когда-либо брали при обследовании. Но если кого-то интересует, я могу уже более подробно лично проконсультировать. Кстати, я хочу поблагодарить всех за вопросы в Инстаграм и в Инстаграм фонда. То есть мы на них, на всех отвечаем. Итак, вот посмотрите. Вот все-таки наследственность здесь 10%. Экология 15%. Ну, понимаете, даже, несмотря какая бы у вас ни была наследственность, экология переваливает за все, что вам подарили предки. Дальше. У нас уровень, соответственно, здраво... Так, наследственность 15%, уровень здравоохранения, простите, 10%. Всего 10% решает медицина. Понимаете? А вот огромный вот этот вот оранжевый круг, посмотрите, огромная процентовка, 60% – это образ жизни. Понимаете? Вот ваш образ жизни влияет на ваш биологический возраст. И это уже совершенно доказанный, абсолютно доказанный факт. Так. Да, позитивное мышление как профилактика эмоционального стресса, синдрома хронической усталости, переедания и преждевременного старения. Вы смотрите, вот в этом параметре образ жизни мы все-таки должны понимать, что очень важно вот то, о чем говорила Анна, о вашем поведительном мышлении, об отношении к себе. В любом состоянии нужно вытекать из этого стресса, выкарабкиваться, выскальзывать, преодолевать. Потому что это за собой понижение всех ваших защитных сил, переедания и преждевременное старение. Поэтому вот здесь не случайно в вашей ДНК помещена мозг. То есть насколько грамотно работает ваш мозг, насколько вы сами себя можете перенастроить, самоподдержать, вот то, о чем говорила Анна, это самоуправлять своим мышлением. Вот настолько вы и прекрасно проведете, соответственно, зрелый возраст, ну и настолько будет мягкая и приятная старость у всех нас. Это очень важный момент. Благодаря, конечно, фонду Оксане Федоровой мы можем эти все понятия очень подробно разобрать, потому что всегда не хватает времени, всегда мы в какой-то спешке, всегда мы, значит, куда-то торопимся. А вот что же влияет на факторы нашего здоровья? Ну вот, во-первых, это образ жизни, привычки, поведение. Соответственно, сюда входит и курение, и употребление алкоголя. Почему? Потому что алкоголь сильнейший мутаген, который влияет на ваши хромосомы. Знаете, какая бы реклама. Мы должны понимать, что вот алкоголь сейчас, это является, это, ну, сам алкоголь, это, в общем-то, оружие массового поражения. Поэтому имейте это в виду. Неправильное питание, гиподинамия и, конечно же, уровень вашего, так сказать, образования в плане вот культуры жизни, культуры поведения, семейной культуры. Соответственно, генетика, но вот алкоголь является тем генетическим оружием, который уничтожает нашу генетику. Каждое поколение детей более больное. Все однозначно сейчас от того, что дети подвержены иммунным заболеваниям, аутоиммунным заболеваниям, онкологии и так далее. То есть имейте в виду, и алкоголь сыграл в этом немаловажную роль. Ну, соответственно, климатические условия загрязнения, загрязнения воды, почвы, магнитные, другие излучения. Ну и сейчас вот очень важная такая проблема встает, это проблема микропластика. Что такое микропластик? Это вот частицы пластика, которые даже образуются при трении резины, шин автомобиля об асфальт. Поэтому важно уходить из вот этой вот среды городской, отдыхать от нее, выезжать на выходные, дышать чистым воздухом, потому что он повсюду. И, конечно, он идет и от пакетиков чая, и от масок, вот этих одноразовых, от перчаток, от всего, что имеет вот это искусственное пластиковое резиновое происхождение. И наночастицы, они проникают в свой клетку, травмируют клетку, изменяют наши хромосомы. То есть вы должны понимать. То есть сейчас как раз тот же самый дачный отдых, отдых на природе, это просто основа выживания. Это обязательно нужно делать хотя бы раз в неделю, прогулки и так далее. И, ну, конечно же, качественность медицинской помощи, своевременность ее оказания, все это тоже влияет, не будем об этом забывать. Соответственно, условия, которые составляют основу здорового образа жизни. Смотрите, вот я вам много-много раз говорю, прогулки, значит, начинаем, вытаскивайте себя, вообще 40 минут в день должна быть у вас прогулка. Ну, девушки мои дорогие, любимые мои, мы уже говорили, говорим о том, что нужно начинать зарядки. Вот зарядка, это не так, значит, долго, это всего 15-20 минут. Сейчас вот покажу как. Прогулка, вытаскивайте себя, вы берегине, берегине, от слова беречь семью. Если вы не будете беречь семью, никто вашу семью беречь не будет, и вас самих. Поэтому вот берите все в свои руки, делайте, бегаю не менее 10 километров. Екатерина, браво, Екатерина сбегает не менее 10 километров. Ну, хотя бы ходить начните, девочки, 40 минут. Даже бегать я вас не заставляю. Екатерина, конечно, огромный, огромный респект. Даже я не бегаю. Вот, ну, 40 минут ходить надо, надо. Дальше. Правильное питание. Мы много уже говорим о сбалансированном рационе, как основе здоровья организма. Значит, всем желающим я высылаю меню. Высылаю меню на три недели сбалансированное. Высылаю схему питания. Обращайтесь, я вам все вышлю. Будем начинать. Да, Анастасия гуляет с детьми. Вот, хорошо, поэтому надо завести детей, чтобы хотя бы самим гулять. У кого, значит, уже дети выросли, или не хочет детей, заведите хотя бы собаку. Будете гулять с собакой. Но это нужно. Значит, Екатерина, пишите мне или фонд по меню, я вам все вышлю. То есть правильное сбалансированное питание. Значит, и потом вы можете еще выиграть целый курс, где мы даже вместе с вами будем готовить. Поэтому сегодня будет домашнее задание. Все, кто его выполнит, получат целый курс школы стройности бесплатно. Дальше. То есть по правильному питанию мы вопрос решили. Всем высылаем. Всем высылаю без ограничений. Соответственно, в правильное питание не только входит количество калорий, как многие вот говорят, но и отсутствие полуфабрикатов, потому что у них везде добавляются ешки, консерванты, стабилизаторы, эмульгаторы. Потому что, чтобы сохранить полуфабрикатов, поверьте мне, просто морозки иногда недостаточно. Туда много всего еще внедряется помимо того. Дальше. Фастфуд, как мы уже говорили. Алкоголь. Нарушение ведет к нарушению обмена, к быстрой зашлаковке. Имейте в виду, правильное питание – это еще не просто белки, жиры, глюкоды, а витамины и минералы в нужном количестве. Еще раз вас отсылаю к физической нагрузке. Физическая активность – это просто застой лимфы, застой крови. Это, опять же, нарушение работы ваших хромосом, ваших теломер. Как вы можете решить этот вопрос? Вот, просто вот таких вот очень много сейчас фитнес-рекомендаций. Вот возьмите хотя бы вот этот, видите, первые вот три, да? Ну, первый ряд из трех упражнений. По 15, по 20 повторений. Вот делайте три раза. Вот у вас один день зарядки. Второй день делаем вот эти упражнения. Третий день делаем дальше. Вот, смотрите, мы уже позанимались с вами грамотой три дня. Ириночка хочет получить курс в подарок. Ирина, внимательно сейчас дослушайте. Я вам дам домашнее задание. И в этом случае вы получите от меня 30 уроков в школу стройности в подарок. Это же просто вау. Да, дальше Анастасия нам пишет, что и сложно отказаться от сладостей и булочек. Мы сейчас будем с вами как раз изучать вот эти точки на козелке, которые помогут вам отказаться от сладостей и булочек. Вы будете их надклеивать на них, гречку или киноа, или другие зернышки, чия, или чечевицу. Вот, все, что есть в доме, массировать. Пришлете мне фото. И в этом случае я вам вот всех двух точек, которые мы сейчас с вами изучим. И еще третье, четвертое будет. Вот. И вы пришлете фото с наклеенными ушками мне в директ, в инстаграм доктора Ильинина и в сону Оксаны Федоровой, куда вам удобно. И я вам вышлю этот курс. Потому что вот некоторым сложно себя заставить, но поманим вас тогда вот такой вот погремушкой. Понимаете, мы в каждом из нас вот живет этот скрытый больной ребенок. Вот Аннетта о нем говорила, которому нужно жалеть, холить, лить, любить. И все мы ходим вот такие раненые дети с огромным количеством внутренней боли. И если вы это не признаете, если вы своего ребенка внутреннего не будете защищать, то вы практически себя отрежете к развитию вообще любую дорогу. Потому что нужно вначале принять себя. Вот. И со всеми своими вот именно вот этой детской душой раненой, которая у нас в общем-то и погружается вот в это стареющее тело. Ведь мы вот какие были в детстве, такие мы в общем-то и остались, только немножко помудрели. Соответственно, начинаем с вами. Ну, к заданию также будет относиться и заснять элемент вашей утренней зарядки. Вот. Я хочу прям посмотреть. Три упражнения, как вы их сделаете. Потому что иначе вас просто не заставишь заниматься. И, наконец, вот эти вот простые физические упражнения прогулка в парке, прогибежка, они действительно принесут огромное количество... и зарядка, чем многие тысячи там каких-то суперпроцедур, которые вы могли бы сделать за какие-то там супермиллионы рублей. Потому что все-таки это основа вашего организма. Это то, что мы... из чего мы состоим. И, наконец, почему я все-таки считаю, что какие-то водные процедуры обязательно должны быть, потому что это, ну, как читают восточные врачи, это смыв энергетики, лишней энергетики, разрыв энергетических таких связей, которые у нас пронизывают вот эти волны и так далее. Значит, это лимфодренаж, это массаж. Поэтому бассейн или сауну, или то и другое, если вам не противопоказана сауна, необходимо посещать раз в неделю. И, конечно же, все-таки движение – это жизнь. Помните об этом. Применяйте элементы скрабирования, удаляйте старые клетки с кожи. Это можно сделать совершенно недорого, использовав соль, использовав перемолотый рис, использовав ту же самую, там, перемолотую, там, да тот же самый сахарный пилинг. Вообще, кристаллический пилинг снимает вообще всю эту негативную информацию. Кофе, правильно, Мария, а кофе, вот это выпитое, уже спитое, можно сказать, кофе, оно еще и сокращает сосудики. Если у вас проблемы какие-то с венами, с такие гемангиомки, сосудистые разветвления, то это будет уменьшаться, потому что кофеин, он все равно будет проникать, и все равно он будет сокращать, тонизировать сосудистую стенку. Потом все-таки сон. Сон – это то, что нас восстанавливает. Но действительно, 8 часов – это уже такие истины, которые уже не нужно объяснять. Понимаете, если вы не будете спать 8 часов, то вы будете спать все 24. Так что ваш мозг будет в течение дня вырубаться на мгновение, и у вас будет очень ухудшаться и качество жизни, и уровень обработки информации. И все процессы интеллектуальные у вас будут ухудшаться, вы все равно свое выспитесь. Просто вы не проживете так день, как можно было бы его прожить. А сами понимаете, что мы вот говорим о том, что старость, смерть, она в принципе неизбежна, и отсюда вот эта ценность жизни, какой вы ее проживете. Вот такой, как сейчас, либо вы станете все-таки другой, и сможете вызвать в себе вот эти изменения, которые помогут прожить наполненную, яркую, счастливую жизнь. И, конечно же, свежий воздух. Как я вам уже объясняла, мы должны отдохнуть от этого нано-пластика, от этого микропластика, от городской среды, настроить свои камертоны на природные волны. Кроме того, конечно, курение. Вот давайте, девочек, спросим, кто у нас здесь курит, по-честному. Мы вас вот не знаем. Есть такие, которые курят? Поставьте плюсик, пожалуйста. Потому что отсутствие вредных привычек – это большой плюс для продолжительности жизни. курение – это огромный вред для организма. И все-таки многие забывают, что это заболевание не только касается легких, но отражается на всех органах человека. А у женщин еще, к тому же и на внешнем виде, потому что никотин, он хлещет яичники, он заставляет их усиленно продуцировать эстрогены, он как бы их ресурс выжимает. И более того, никотин выделяется через кожу. Кожа – это орган выделения. Поэтому никотин выделяется через кожу, и кожа курильщика имеет такой землистый оттенок, дряблость соответствующую, снижение тургора, эластичности. И это всегда еще риск онкологии. То есть молодцы, что тут у нас некоторые не курят, некоторые даже не пробовали. И, конечно, те, кто курят, все-таки давайте будем вначале уходить на 5 сигарет в день, хотя бы то, что считается минимальный вред для организма, вот по теории ВОЗ, Всемирной Организации Здравоохранения, что 5 сигарет в день – это как-то еще организм справляется с этой зашлаковкой. Вот, но уже больше – это уже труба, конечно. Нужно срочно думать, как будем бросать. Ну, кстати, массирование точек, которое я вам сейчас покажу, оно помогает. Значит, Катерина, если срыв, ну хотя бы кальян, что ли, купите? Потому что курить кальян в общественных местах сейчас опасно в связи с ковидом. А хотя бы через воду вы будете пропускать этот пар, он будет максимально очищаться от смол. Вот, и тогда уж раз у вас нервный срыв, ну уж пускай он у вас тогда в этот момент будет в безопасном курении. Потому что то количество смол – это просто выхлопная труба, которую вы потребляете, можно сказать, в момент выкуривания сигареты. Это ужасно. Далее, алкоголь. Мы вам говорили, я вам говорила про… Простите, я вам говорила про вред алкоголя для теломер. Но также алкоголь прямо убивает нейроны головного мозга. И как это происходит? Алкоголь растворяет липидную мембрану эритроцитов клеток крови. Они начинают с комочки, соответственно, собираться. Такие микро-микро-микро-микро-скопления. А кровоток в мозге иногда рассчитан только на одну клетку крови по диаметру. Такие маленькие капилляры сосудики. И когда у вас происходит закупорка этим сгустком вот этого маленького сосудика, то часть глии, то есть часть клеток мозга просто погибает, некротизируется. И вот наутро этот шум в голове – это не что иное, как убитые алкоголем нейроны, которые выходят с мочой. Поэтому посмотрите на габитус алкоголиков. Ну вот что там далеко за примером ходить. Мы можем посмотреть на Брэда Пида, ровесника Ефремова. Вот что сделал с человеком алкоголь. И как он просто, можно сказать, выделил с мочой часть своего мозга. И что произошло с этим человеком, с его жизнью и так далее. Мы же понимаем, что всему вину алкоголь. Полная деградация личности, крах судьбы не только собственной, но еще и другого человека. Поэтому детям старайтесь не подавать такой пример. И вот по минимуму старайтесь уходить от больших доз алкоголя. Ну и как бы сокращать дозу. В никаком случае не практикуйте это раз в неделю. Это должно быть там какие-то торжества, ну вот так вот по чуть-чуть, там углоточек где-то. Поверьте мне, вот я уже знаю, о чем могу в 50 лет сказать, так сказать, четко об этом. Что вот чем меньше, тем лучше. И, конечно же, вопрос передания. Вот сегодня мы решим этот вопрос. Вопрос, каким образом я вам буду показывать точки. У нас вот получилось, что остается 2 минуты. Поэтому ускоряемся, девочки. Значит, переедание, соответственно, фастфуд, картофель фри. Вот все, что вы видите на этом рисунке. Это зло. Оно будет способствовать вашему старению. Вот, я сейчас переходим к самой интересной практической части. Вот она, точка жажды, точка голода, вот, который находится на козелке. Значит, для ее построения правильного нужно изучить свой козелок. Так вот, всем видно. Видите, тут две волны. Нужно определить основание этого козелка. И вот здесь вот провести вот такую вот линию к этому основанию. И где-то посередине линии найдете точку жажды и голода. Значит, смотрите, у меня это все есть на моем YouTube-канале. Посмотрите, почитайте, заклейте, пришлете фотку. И те, кто правильно определит сегодня вот эти точки. Значит, при нервном срыве, вот, как раз рекомендую помассировать точку Шиньмэн сердца. Вот, тоже определяйте ее. Наклеивайте сюда зернышко и присылайте мне фотку в Директ, в мой Инстаграм. Либо в Инстаграм фонда Оксаны Федоровой. Мне все перешлют, как вам удобно. Значит, у нас получилась точка жажды, точка голода. Шиньмэн на руке. И, смотрите, следующий слайд. Это Шиньмэн на ушной рак. Я вам уже показывала эту точку. Это точка небесной врата, которая называется. Она усиливает выброс гормонов радости. Вот вы эти все точки можете массировать, когда у вас нервный срыв, когда вы хотите переесть, когда вы не хотите делать зарядку, когда у вас нет стимула идти гулять. И вообще, когда вы зависаете в своих отрицательных эмоциях, вы должны сами себя из этого выдергивать. Как только негативная мысль пришла, вы ее переворачиваете. Негативная эмоция поступила, вы из нее выходите. Потом, значит, хорошо проанализируете ее на прогулке, что называется. Вы текаете, выкатываетесь, хотите на роликах, хотите на самокате. Но вот нужно для себя выработать какой-то алгоритм, который будет вас спасать. И, конечно же, замечательная точка – это нулевой пункт, который вот здесь вы тоже определите, найдете. Пункт так и называется дзеро – регуляторная точка всего организма. Начал-начал. И, видите, Екатерина Никифорова уже у нас проверила точку. И ей помогла точка Шиньмэнь. Мы ее уже с самого начала изучаем. Она, кстати, такая универсальная в китайской медицине. И, конечно же, она поможет вам применить к себе рефлекторный путь воздействия на свою подкорку. Потому что на ваше бессознательное, то есть на вашего сознательного беса – бессознательный, да? Это когда бес в сознании. То есть мы должны воздействовать хотя бы рефлекторно, но воздействовать хоть как-то. Но ни в коем случае не позволять овладевать вами, овладевать вашей жизнью и событиями в вашей жизни. Ну что ж, мои любимые, меня просили не задерживать, потому что у нас новый спикер, насколько я понимаю, да? Он должен сейчас появиться или у нас есть еще минутка. Может, мне организаторы сейчас подскажут. Вот. Но на этой оптимистической ноте я хочу с вами попрощаться. Я вам дала домашнее задание нарисовать, значит, не нарисовать, а именно поставить себе, заклеить пластырем, зернышки, крупы любой, какая вам понравится, какая вам подойдет, хоть от чая до фасоли, и прислать мне в директ. Тем, кто выполнит это домашнее задание, я пришлю курс школы стройности. Всего вам доброго, мои дорогие. Увидимся через неделю. Люблю. Увидимся через неделю.